Старшиня Аблвыканкама Анатолий Сустрелся со студентами Полесского университета. Кировник Брестской в области и представники ВНО обменились думками по пытаниях развития адукации, науки и громадской активности молоди. Коляд 4 тысяч студентов наличивает самая молодая в Украине высшая научальная установа – Полесский Державный университет. На 5 факультетах тут рыхтуют специалистов по 19 специальностях. У размове со старшиней Брестской Аблвыканкама студенты закранали самая разная тема. Анатолий Васильевич, какие перспективы развития социально-экономического развития региона или в этой области? У нас на сегодняшний день в Совете Министра находятся документы о социально-экономическом развитии нашей страны на 16-20 годы. Приоритет развития как Брестской области, так и нашей страны – социально-ориентированное образование, здравоохранение, культура, социальная защита. За две годины размовы с керовником в области пинские студенты отмерковали многое – от працевладкования молодых специалистов до развития туристичного потенциала в области. Я непосредственно общаюсь со студентами, понимаю, что их сегодня интересует. Вот в тех вопросах, которые они задавали, я же понимаю, не просто вот они ради того, чтобы задать вопросы. Много вопросов было те, которые их интересуют, те, которые сегодня на слуху. Поэтому это для нас, для руководства области, значит, очень важно – понимать, что сегодня интересует молодежную среду. Наведал керовник в области и науковые лаборатории. Университет рахтует специалистов, які специализуются на распроцессы сучасных биотехнологий и укоронения их у народной господарцы. Тут у биотехнологичной лаборатории научились выращивать целый широк саженцев с могутным генетичным потенциалом. На сегодняшний день в лаборатории разработаны техрегламенты размножения сортовой голубики, ароний черноплодный, подходят к завершению разработки, если брать ягодные культуры, разработки техрегламентов размножения смородины и ремонтантной малины. Кроме того, мы успешно размножаем декоративные хвойные, опять же, используя клеточные технологии. Улику наведанных объектов и аквареальная лаборатория, минавито тут, на практице, отбывается процесс подрыхтывки специалистов у голене промыслового рыболовства. До речи, уже на протягу четырех годов усе навыково-техничные лаборатории и установы находятся на полной самоокупальности. Наука должна быть прикладной. Очень правильно, что сегодня мне показали те результаты, которые есть в Холесском университете. Это касается и леса, касается сельского хозяйства. Поэтому мы в правильном направлении, и мы будем стремиться помогать и ориентировать наших производителей на то, что есть наработки, которые необходимо воплощать в жизнь. Мария Кубец, Алиса Грихарчук, Александр Зиаченко, областные новины, Пинск. Науэossa Грихарчук. Продолжение следует...